МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные события минувшей недели, какими они были и как повлияли на нашу жизнь. Здравствуйте, это программа-обозреватель в студии Яна Левина и коротко о главных темах выпуска. Одна из самых продаваемых машин в России, Лада Грант, отмечает 10 лет со дня своего запуска в производство. Как автомобилю удается столько лет удерживать лидерство и завоевывать еще большую любовь россиян. А Прези даже не думал, просто пошел вакцинироваться, потому что так нужно. Виктор Евсегнеев из Тольятти выиграл квартиру в лотерее, которую проводила среди тех, кто сделал прививку. Мы одними из первых поздравили счастливого обладателя квартиры. Да я ничего не ожидал, я просто, у меня сознание, то что еще надо жить мне, значит я пошел и сделал прививку. Как живет олятинская семья, в которой 10 детей? Сколько Бог дал, вот они все. Наша съемочная группа побывала в гостях у многодетной семьи Доблер. Заодно узнали, как область и государство помогает сегодня семьям с детьми. Мастер, любовь, ученики, творческий вечер памяти режиссера Глеба Дроздова прошел на сцене театра «Колесо», который когда-то и был им создан. Десятки учеников Глеба Борисовича почти в семейной обстановке читали рассказы и делились веселыми историями из жизни мэтра. Вот они как только здесь появились, тут начался сразу оршу, гам. Впервые за 2,5 месяца в Самарской области число заболевших ковидом понемногу идет на спад. Но несмотря на общее снижение показателей, заболеваемость среди людей в возрасте 65 плюс и детей до года продолжает расти. В целом число пациентов с коронавирусом, пневмонии и ОРВИ на стационарном лечении снизилось на 30%. Сейчас в госпиталях лечится 5000 пациентов. За последний месяц снизилось и общее число вызовов скорой помощи. И вот как ситуацию с коронавирусом в регионе комментирует министр здравоохранения Армен Бинян. В настоящий момент обстановка, связанная с развитием пандемии новой коронавирусной инфекции, становится все более управляемой. И в том числе, благодаря такому важному методу, такой профилактике, как вакцинация, о которой мы говорим сегодня. Безусловно, один этот метод не смог бы добиться, если бы не было важных противоэпидемических мер, тех решений по введению нерабочих дней в регионе, которые были на неделю раньше введены, чем в стране в целом. И уже третью неделю подряд мы отмечаем снижение общего количества пациентов. А сейчас о том, как прививка может изменить жизнь в буквальном смысле. Тольяттиец Виктор Евстигнеев никак не ожидал, что в один момент сможет стать обладателем новой квартиры. Виктор Константинович, как и другие 180 тысяч жителей области, принял участие в первом этапе викторины «Вакцинация – это жизнь». Были определены тысяча два победителя в качестве призов, подарочные сертификаты на приобретение бытовой техники, автомобиль «Ладвеста» и «Квартира». Вы стали победителем викторины «Вакцинация – это жизнь». Обладателю приза «Квартира» Виктору Константиновичу, участнику викторины. Поздравляем вас, Виктор Константинович! Да я ничего не ожидал. Просто у меня сознание, что еще надо жить мне, значит, я пошел и сделал прививку. Если скажут, еще пойду сделаю. И все. И всем я скажу, что надо делать обязательно. Я простой человек, мне сколько годов, я жить хочу, поэтому я сделал прививку. А вот обладателем автомобиля «Ладвеста» стала жительница села Обшаровка Инна Алтухова. «Я рада, что я участвовала в акции, выиграла автомобиль. Также желаю вам всем здоровья, акционируйтесь. Также выиграйте автомобиль, как и я». Список победителей, которые получат подарочные сертификаты, опубликованы на сайте карты жителя Самарской области. Там же есть возможность присоединиться к двум этапам викторины, которые состоятся 8 и 22 декабря. Принять участие в акции могут все жители Самарской области, прошедшие вакцинацию с 24 сентября прошлого года по 20 декабря этого 2021 года. 10 лет на дорогах России. 29 ноября 2011 года на «Автовазе» стартовало серийное производство автомобиля «Лада Гранта». Все эти 10 лет «Гранта» является одной из самых продаваемых машин в России. Автомобиль по-прежнему популярен и любим миллионами людей. Сегодня «Гранта» представлено сразу в шести модификациях. Подробнее об этом автомобиле расскажут мои коллеги. «Лада Гранта» Выпуск «Лада Гранта» стартовал 29 ноября 2011 года. Новый бюджетный автомобиль на платформе «Калина» пришел на смену семействам 2107, «Самара» и седанам «Лада Калина» первого поколения. Первым в серии стал седан. В 2014 году семейство пополнилось кузовом «Лифтбэк». В 2018 году появилось второе поколение. Получив множество практичных и стильных улучшений, новая «Лада Гранта» была готова в кратчайшие сроки. Переход с выпуска первого на выпуск второго поколения состоялся летом того же года. Сегодня «Лада Гранта» — это шесть модификаций. Седан, лифтбэк, универсал, хэтчбэк, универсал кросс, седан драйв-эктив. Кроме того, на базе автомобиля выпускаются специальные версии. Учебный, автомобиль с ручным управлением для водителей с ограниченными возможностями, коммерческие модели грузоподъемностью до 915 кг. «Лада Гранта» многократно становилась бестселлером российского рынка и не раз занимала вторую строчку рейтинга. Это самый доступный автомобиль на рынке России. Модификация с автоматом — первая массовая отечественная легковушка с подобным типом трансмиссии. Кроме того, «Гранта» — первая «Лада», продажи которой начались с онлайн-предзаказов, а также первая после «Лада-2101» модель, название для которой выбиралось по итогам всероссийского голосования. В 2019 году выпущен миллионный автомобиль семейства «Лада Гранта», а годом позже она пополнила ряды рекордсменов завода, став 30-миллионным автомобилем, который произвел «АвтоВАЗ». Продолжаем программу. В городской думе прошло очередное заседание. По традиции парламентарии обсуждали ряд важных для горожан вопросов. Так, речь шла о мероприятиях муниципальной программы «Молодой семье. Доступное жилье» и «Жилье для детей-сирот», а также развитие автомобильных дорог. Отдельный пункт повестки о внесении изменений в устав Тольятти. Помимо прочего, депутаты рассмотрели вопросы программы приватизации муниципального имущества, избрания председателя комиссии по городскому хозяйству и другие вопросы. Тему продолжит моя коллега Елена Сафронова. Одним из важнейших вопросов повестки очередного заседания городской думы стали поправки в устав Тольятти. Напомним, эту тему обсуждали подробно и на публичных слушаниях, и на круглых столах, куда представители общественности приглашали, чтобы разъяснить все непонятные моменты. Вопросов было много, потому что и темы острые. Плата за тепло, лесоустройство, порядок самих публичных слушаний. Вроде разъяснили поправки в устав, в итоге большинством голосов все же приняли. Решение принято. Спасибо. Среди других вопросов строительство новых детских садов, ремонт автодорог и зарплата работников бюджетной сферы. Так представители социального блока проинформировали. Чтобы довести до нужного уровня зарплату работников сферы культуры, как это предписано указом президента страны, бюджету необходимы дополнительно почти 3 миллиона рублей. Стижение уровня возможно только при выделении дополнительных бюджетных осигнований. Требуются средства в объеме 2 миллионов 857 тысяч рублей. Еще один важный вопрос – строительство новых детских садов. При условии софинансирования из вышестоящих бюджетов их вскоре должно появиться сразу три. В микрорайоне Калина, в 14-м А-квартале и в микрорайоне Северный. Депутаты справедливо заметили, надо подумать и о жителях новых домов за Московским проспектом. Здесь много молодежи, значит и детские садики тоже скоро понадобятся. Есть в городе объекты, которые, напротив, уже не выдерживают натиск времени. Среди них здание заброшенного клуба «Пирамида». Считаем, что надо еще раз вернуться к обсуждению данного вопроса на отдельном заседании, в председании комиссии, либо отдельное совещание по этому поводу в администрации. По причине того, что данный объект планировался к реконструкции за счет бюджетного финансирования, соответственно, были потрачены значительные средства на проектирование. Если что-то поменялось, давайте обсуждать. Если с пирамидой точно надо что-то делать, то вот появление в списке убыточных для муниципалитета объектов зданий Толятинской Федерации фехтования на улице Мурысева депутатов озадачило лишить спортивную секцию помещения. Пусть даже и ради пополнения бюджета народные избранники оказались не готовы. Если есть сегодня для детишек более комфортабельное помещение, мы прекрасно понимаем, что мы можем их на пирамиде как-то в Комсомольске перевести, но, к сожалению, этот объект не сдал. Кроме вопросов, важных для всего города, были в повестке и чисто ведомственные думские. Был избран председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству. Им стал Александр Денисов. На мой взгляд, сегодня состав депутатской комиссии по городскому хозяйству оптимальный, работоспособный. Поэтому есть над чем работать. Должен сказать, что присутствие Владимира Александровича, конечно же, требует усиления работы непосредственно департамента городского хозяйства. Это на мой взгляд, с учетом проведения комиссии, рассмотрения тех или иных вопросов и предстоящей работы в будущем городу. А вот по вакантному пока месту представителя 17-го избирательного округа до выбора могут состояться весной. Напомним, прошедший на это место по итогам сентябрьского голосования Максим Гусейнов предпочел уйти в областной парламент, куда он также набрал достаточное число голосов. Елена Сафронова, Александр Туровский, программа «Обозреватель». С этого года получить материнский капитал стало значительно проще. Сроки выдачи и рассмотрения заявлений сократились вдвое. Процедура подачи самого заявления стала полностью электронной. За весь период действия программы, а это с 2007 года, материнский капитал получили более 250 тысяч семей в Самарской области. Как распоряжаются жители губернии средствами, на что в первую очередь их направляют? И в целом, какие субсидии для семей с детьми действуют сегодня в нашем регионе? Моя коллега Юлия Шевцова разбиралась в этих вопросах. В семье тольяттинцев Любови и Станислава Доблер 10 детей. Старшему сыну Филиппу 19 лет, младшему Роману 2 года. Глава семьи Станислав, ветеран автоваза, работает инженером, имеет несколько патентов. Он успешный рационализатор. Сын пошел по стопам отца. Филипп поступил в Институт машиностроения ТГУ на бюджет. В будущем хочет заниматься изобретательской деятельностью. Все дети в семье Доблер хорошо учатся, всесторонне развиты, занимаются музыкой. Материнский капитал семья вложила в строительство дома. Но грянул кризис, и стройка заморозилась. Старшие сыновья планируют в будущем обязательно завершить начатое родителями. Просторная четырехкомнатная квартира, в которой с марта этого года живет семья, была приобретена за счет средств резервного фонда губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Расходы, конечно, немаленькие. Зарплаты папиной, конечно, не хватало бы. Меры поддержки, все, что предусмотрено государством, федеральные, областные выплаты, мы это все получаем, оформляем без проблем. В Самарской области сегодня существует более 30 мер социальной поддержки для семей с детьми. Причем суммы на меры социальной поддержки с каждым годом увеличиваются. Например, если в прошлом году на эти цели направили 15 миллиардов рублей, то в этом почти 18,5 миллиардов. Многодетная семья Доблер получает около 10 выплат и компенсаций. Сумма выплат ежемесячной у этой семьи более 50 тысяч рублей, и что является, конечно, большой помощью государственной для этой семьи. Такое явление, как многодетная семья, сегодня для многих становится нормой жизни. Но 10 детей – это на самом деле подвиг для родителей. Сколько Бог дал, вот они все. Наша семья хорошая, дружная, взаимопонимающая, в которой можно рассчитывать на поддержку, на помощь. Алине Зеленской, как и Филиппу, 19 лет. Она старшая дочь в многодетной семье. Совсем недавно у нее родился братик Александр, шестой по счету ребенок. Я не рассчитывал, что у нас будет столько детей, но я ни разу не пожалел о том, что у меня столько детей. Это на самом деле огромное счастье. Ну и когда любви больше, мне кажется, больше как-то сердце расширяется, и больше как-то пытаешься отдавать, и как тебе дается больше любви, заботы, окружения близких. Если сложить все эти меры государственной помощи, дети все равно, конечно же, требуют большего внимания, и времени, и денег, и эта ответственность. Но это неплохое подспорье. С 2015 года семья Зеленских живет в двухуровневой квартире площадью 130 квадратных метров. Но до этого условия были намного скромнее. Глава семьи вспоминает, тогда казалось, что квартира буквально трещит по швам. Комфортное жилье – мечта любой семьи. Поэтому неудивительно, что большинство использует средства материнского капитала для улучшения жилищных условий. В этом году процедура оформления материнского капитала значительно упростилась. Если ребенок родился в России, материнский капитал оформляют автоматически, в беззаявительном порядке. Кроме того, значительно сокращены сроки его получения – до пяти рабочих дней. Материнский капитал можно потратить целевым образом на улучшение жилищных условий, образование детей, увеличение накопительной части пенсии мамы. За весь период действия программы материнского семейного капитала в целом по Самарской области выдано сертификатов 254 тысячи. По состоянию на 1 октября текущего года 154 тысячи граждан уже направили свои средства на улучшение жилищных условий своей семьи. В Самарской области действует также региональный материнский капитал за третьего и последующих детей. Он составляет 100 тысяч. Выплата компенсирует расходы на приобретение необходимых предметов ухода за ребенком, образование, улучшение жилищных условий, ремонт, а также приобретение транспортного средства в семью. С начала этого года в Самарской области уже выдано 15 тысяч сертификатов на материнский капитал. Сегодня его сумма с учетом ежегодных индексаций составляет свыше 483 тысяч рублей. А если в семье, например, родилась двойня, то родителям положен увеличенный размер материнского капитала – более 639 тысяч рублей. Юлия Шевцова, Александр Туровский, программа «Обозреватель». Важную дату отметил телеканал «Тольятти-24». Ровно год назад, 25 ноября, телеканал «Тольятти-24» был выбран федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию в качестве обязательного общедоступного телеканала. С тех пор все операторы кабельного телевидения в нашем городе размещают «Тольятти-24» на 22-й кнопке. Благодаря этому наш городской круглосуточный телеканал стал еще ближе и доступнее зрителю. Мы работаем, чтобы содействовать промышленному, экономическому, культурному развитию города и делать «Тольятти» ближе и понятнее региону и всей стране. В августе этого года произошло еще одно важное событие для всех зрителей и сотрудников телеканала. Мы перешли в формат вещания высокой четкости HD. Картинка теперь не просто четкая, реалистичная. Насыщенные цвета и объемный звук. Оставайтесь с нами и получайте еще больше удовольствия от просмотра любимых программ на «Тольятти-24». И далее о других заметных событиях недели в нашем коротком обзоре. До 300 тысяч рублей увеличена сумма подъемных для медиков дефицитных специальностей в Самарской области. К ним отнесены врач общей практики и некоторые узкие специалисты скорой помощи. Стандартный размер выплаты также повышен и составляет 200 тысяч рублей. В Международном аэропорту Курумыч открылся пункт сдачи ПЦР и экспресс-тестирования на коронавирус. Это поможет пассажирам значительно сэкономить время на посещение больницы. В «Тольятти» достроят один из нескольких проблемных домов. Речь идет об известном долгострое в Комсомольском районе «Сентябрь-2». В 2015 году застройщик был признан банкротом. Стройка заморозилась. Его спустя долгое время вопрос все-таки удалось решить. В администрации «Тольятти» подписали соглашение Самарский региональный фонд защиты прав граждан и участники долевого строительства. Ранее на комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства под руководством главы региона Дмитрия Азарова было принято решение завершения строительства объекта. Мастер, любовь, ученики. Творческий вечер памяти режиссера Глеба Дроздова прошел на сцене театра «Колесо», который когда-то и был им создан. Наталья Дроздова, его любимая женщина, ныне художественный руководитель театра «Колесо», народная артистка России. В очередной раз устроила теплый творческий вечер в память о супруге, о театральном деятеле и выдающемся человеке. Десятки учеников Глеба Дроздова в этот вечер вышли на одну сцену, чтобы почти в семейной обстановке прочитать рассказы, стихи и поэмы, поделиться веселыми историями из жизни мэтра. Моя коллега Наталья Корсакова была среди зрителей. Она расскажет обо всем подробнее. Птенцы гнезда Дроздовых, так они себя называют, слетелись со всей страны. Один мощный десант из Москвы чего стоил. Наталья Степановна позвонила каждому ученику у Дроздова, она пригласила каждого лично. Серьезно вам говорю, но это так приятно. И некоторые однокурсники, наши или не наши, которые не смогли приехать, они действительно собирались все до последнего. И просто существуют какие-то там, у наших, например, московских коллег, действительно, до последнего все ехали, ехали, ехали. И потом, ну, то у одного, то у другого, все-таки, ну, у нас в Москве съемки или там театр немножко по-другому. Да, поэтому, а так... А возвращение Натальи Степановны Дроздовой в этот театр, это неудивительно, потому что вот там, когда заходишь на служебный вход, заходишь на центральный вход, там и ее фамилия тоже. Смотришь со стороны, когда созерцаешь, а не плачешь. Понимаешь, что что-то ничего не изменилось. Мы все, как и были, так и ездили. 98-й год или там 99-й, 2000-й год. Все возвратилось на круги свои. Спустя 9 лет на родной сцене драматического театра «Колесо» имени Глеба Дроздова, мастер «Любовь ученики» и народная артистка России, супруга, коллега, муза Наталья Степановна Дроздова. Не просто вечер воспоминаний, а яркий, проникновенный концерт-встреча, выстроенный по всем канонам жанра, причем в мажорном настроении. Монологи актрисы, сольные выходы учеников Глеба Борисовича под живой аккомпанемент камерного оркестра, как будто вовлекали зрителя в диалог, делая его полноценным соучастником происходящего. В завершении вечера, который длился почти три часа, традиционный театральный капустник, подготовленный выпускниками курса Дроздовых. Они как только здесь появились, тут начался сразу ор, шум, гам, как это было когда-то. Когда они тут, их выгнать из театра нельзя было, они постоянно тут ссорились, ругались, смирились, репетировали. Вот эта вот атмосфера вдруг, она вот сюда внеслась. И мне это так приятно, так я счастлива от этого. Глеб Борисович, я знаю, вы на нас смотрите и улыбаетесь. Продолжаем, Глеб Борисович. Спасибо, мастер. Глеб Борисович Дроздов создал в Тольятти совершенно новый современный драматический театр, принесший нашему городу мировую известность. Великий мастер сцены, педагог, сыгравший важную роль в жизни своих учеников. Он действительно мне подал руку помощи, такую мышскую. И он мне взял учиться на курс. Для меня это было что-то немыслимое, потому что я уже все, я уже в себе разочаровался, разуверился. И вообще я не думал, что никогда больше не выйду на сцену. Только в качестве монтировщика, можно сказать. И благодаря ему я стал тем, кто я есть. Ярким каданцем стало награждение премии «Признание таланта». В этом году лауреатом стала ведущая актриса драматического театра «Колесо» имени Глеба Дроздова Елена Родионова. Для меня это очень, конечно, почетно, значимо, потому что именно в этот день, в день рождения Глеба Борисовича, получить эту премию, это для меня просто, конечно, счастье. Ну, каждый из нас ждет эту премию. Я надеюсь, каждый дождется. Наталья Корсакова, Михаил Цуркин, программа «Обозреватель». На этом все. Спасибо, что смотрите «Обозреватель». Мы всегда держим вас курсием главных событий. С вами была Яна Левина. Удачной недели. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!